ну что продолжим про нюрнбергский процесс так вот я сегодня хотела поговорить о шахте это германский государственный финансовый деятель и директор национального банка 16 по 23 год президента рейхсбанка это человек который финансировал фашизм и вышел сухим из воды и кстати попал в разряд долгожителей умер 93 года понимаете какие твари приспосабливаются в любое время финансирует что им угодно и живут прекрасно и долго так вот я хочу рассказать а его схеме афере которая в принципе и сейчас используется многими банкирами подумайте хорошо афера называется мефа такое милое название а сколько же она принесла боли и страданий не только нашей стране но и половине европы но и также и другим потому что великое отечественной войне участвовали все итак начинаем шахт устанавливает систему специальных лицензий регулирующих импорт валюта должна использоваться только для закупки стратегического сырья для покрытия расходов на финансирование гигантской программы вооружений усиливается эмиссия выпуск бумажных денег используются находящиеся в рейсбанке вклады иностранцев 3 мая 1935 года в секретном донесении гитлеру шахт писал что быстрое осуществление программы вооружений является основной проблемой немецкой политики и потому все остальное должно быть подчинено только этой цели шахт читал что для этого все средства хороши и поэтому без особых колебаний провел гигантскую аферу мефа при помощи которой на вооружение было выделено дополнительно сверх бюджетных ассигнований 12 миллиардов марок мефа сокращенное название компании с ограниченной ответственностью металлургиши форшунгс зельшафт эта компания фактически не располагала никакими капиталами была попросту фиктивной организации но вела дела с многочисленными военными фирмами счета на вооружение она оплачивала долгосрочными векселями которых было выдано на 12 миллиардов марок мефа векселя принимались к оплате всеми германскими банками так как они гарантировались рейсбанком вы понимаете центральный банк заручился за пустышки которые были обязаны оплачивать другие банки такая масса ценных бумаг находившись в обращении но не имеющих реального покрытия грозила финансовой катастрофой достаточно было частным банкам представить мефа векселя к оплате и рейсбанк оказался бы банкротом но этого же не сделали а почему не сделали потому что он главное звено в цепочке потому что он дает гарантию срок уплаты государством векселей мефа истекал в 1942 году к этому времени шахт хорошо осведомленный об агрессивных планах третьего рейха рассчитывал пополнить оскудевшую казну за счет ограбления других стран понимаете шахта в нюрнберге допрашивает роберт джексон по поводу операции мефа между ними состоялся такой диалог джексон когда вы создавали систему векселей мефа у вас не было других средств для финансирования системы переворожения шахт не было джексон вы изобрели средства в результате которого рейсбанк путем из воротливых операций выплачивал правительству денежные суммы что при нормальных и законных операциях не могло иметь место шахт совершенно верно джексон в день вашего шестидесятилетия военный министр фон бломберг заявил без вашей помощи мой дорогой господин шахт у нас не было бы вооружение говорил так шахт этого я никогда не оспаривал когда джексон очень напирал на шахта и акцентировал внимание на его исключительной роли в перевооружении германии в целях ведения агрессивных войн посудимый огрызался и чуть приоткрывал подлинную сущность политики западных держав в отношении гитлеровской германии шахт я должен сказать что когда началось вооружение германии то другие страны не предприняли ничего против этого нарушение версальского договора германии было воспринято совершенно спокойно а для чего тогда эти договоры у нас заключались в германию были посланы военные миссии чтобы наблюдать за процессом вооружения посещались военные заводы германии делалось все но только не для того чтобы воспрепятствовать вооружению то есть он все это свидетельствует и получается что как сказать ну другие же это делали а я то чего если бы так захотел он смог бы добавить к сказанному что монополисты сша англии ряда других капиталистических стран их ставленники в правительствах не только не препятствовали превращению германии в опасный очаг новой мировой войны но и всячески способствовали этому стремясь использовать фашизм своих классовых интересах а знаете какой классовый интерес а классовые интерес по словам американского историка эл стайна правящих кругах с сша и англии открыто высказывалось мнение что германия должна стать господствующей страной на европейском континенте и что национал социализм единственный оплот против коммунизма вы понимаете так они боролись с коммунизмом утопив нашу страну почти на пять лет в войне где наемниками были уголовники которые издевались над людьми убивали их так они боролись с коммунизмом а что сейчас происходит вы только послушайте и большевиков полощат и советский период полощат вы посмотрите сколько у нас антисоветчиков так вы что все на сторону гитлера встали в нашей стране это звучит понимаете в нашей не где-то это такой был ужас великая отечественная война и кто-то еще до сих пор продолжать да еще с именем бога еще ходите в церковь креститесь стоите возле распятия и слушайте этих батюшек антисоветчиков и еще меня осуждайте что я не такая вот не такая православная не такая верующая да мне противно стоять там рядом с этими антисоветчиками которые наплевали на все посмотрите что происходит глаза свои разуньте спокойно висят ведь спокойно висят везде объявления а найми на работу чтобы идти воевать а вам платят на работе столько денег вы посмотрите зайдите в авито посмотрите какая средняя зарплата и везде ведь кидалова рынок труда вообще у нас никакой работодатель уже обнаглел нас только что хочет то то и ворочит куда страна катится ребята вы что думаете мне больше делать нечего что я сижу тут и ковыряюсь в этом нюрнмирском процессе который сто лет уже прошел назад вернее которым уже сто лет будет думаете я не хочу радоваться жизни думаете я не хочу ездить по заграницам отдыхать как вы сейчас делаете да вы успешны вы денег накопили молодцы только посмотрите что творится скоро эта беда к вам придет и деньги вас не спасут потому что забыли о том что вам дала советская власть и те же самые коммунисты а предателя коммунистами не считаю все я закончила потому что честно говоря сердце мое болит за мою страну и болит за тех людей которые не понимают сути коммунизма я не утопаю в догмах я не лезу туда но для меня коммунизм это мир и жизнь а фашизм это деньги господство денег и смерть потому что это уже было в далеких сороковых